ну что друзья привет не выдержал я решил сделать еще одно видео небольшое про зеленые паспорта которые вводятся у нас стране в израиле но для того чтобы вам не было скучно смотреть на мою физиономию я предлагаю вам просто смотреть на то что снимает мой видеорегистратор а фоном слушать мой голос так поехали ну вот как говорится она ждала ждала пока не дождалась в израиле вводят зеленые паспорта да ладно да ладно да ладно сначала нас пугали что это сделает четверг потом сказали воскресенье посмотрим наверное таки введут что такое зеленые паспорта зеленые паспорта подразумевают что их счастливых обладателей будут пускать в театры кино на спорт мероприятия на свадьбы и тренажерный зал и бассейны ну в общем везде куда сегодня можно было бы прийти если бы там было открыто пускать будут но когда это будет открыто точно не сказали обещают что со следующей неделе то есть опять таки с 21 февраля откроет наши торговые центры при этом хозяева сетей основу которых и составляют торговые площадки этих каньонов как их называют заявили о том что они совсем не уверены что им удастся работать в полном нормальном объеме так как они не уверены что все работники выйдут из неоплачиваемых отпусков неоплачиваемых соответственно они получают деньги из института национального страхования битуах люми зеленые паспорта сначала должны были влиять и на посещаемость этих торговых центров сначала говорили что только обладателем зеленых паспортов и тем кто переболел будет разрешен вход но потом передумали сказали что торговые центры будут работать по фиолетовому так называемому стандарту то есть все туда смогут зайти соответственно при этом должны соблюдать все предписанные правила безопасности которые выдвигает министерство здравоохранения в то время когда в стране шла борьба между почти наступившим летом еще не ушедшей зимой точно также бурлили страсти между теми кто был за прививку и теми кто был против прививки одни говорили что нужно прививаться другие говорили о том что рано еще не известно как она работает в то время когда вводят зеленые паспорта и тем кто не привился или не переболел будут ограничены какие-то возможности то же самое время министр здравоохранения юлия донштейн наш бывший соотечественник говорит о том что дискриминации не привитых не будет то есть все это временная мера и когда-нибудь она прекратится и все станут равны то есть немножко по дискриминируют и на этом закончат насколько это немножко неизвестно но пока возникает большой вопрос а не нарушает ли это права человека и свободы человека еще конечно напрягает скажем прямо то что людей агрессивно заставляют делать эту прививку против коронавируса людям намекает на увольнение с рабочих мест без этой прививки они не смогут работать в коллективе прямо такое впечатление складывается что кто-то очень заинтересован в том чтобы вакцина в израиле была использована одним из методов давления на тех кто еще не решился сделать прививку планируется примерно через два месяца сделать тесты на коронавирус платными то есть если для этого будут какие-то медицинские показания предписания то это будет бесплатно как и сейчас но если же этот тест делается для того чтобы пройти на какое-то культурно-массовое или спортивное мероприятие или посетить отель соответственно нужно будет сделать этот тест не позднее чем за 48 часов до самого мероприятия и это уже будет платно а недавно буквально несколько дней назад профессор ронни гамзу бывший глава национального проекта маген израэль сказал что он не удивится если в израиле возникнет или уже даже возник новый штамм коронавируса устойчивый к воздействию вакцины фазер почему это может произойти да потому что во время пика пандемии и такой ускоренной вакцинации которая сейчас проводится в израиле вирус мутирует и переходит к людям которым не делают эту вакцину соответственно более молодому населению поэтому недавно разрешили делать прививку молодым все же нужно отметить что в израиле за этим очень хорошо следят и исследуют все возможные варианты мутации пока официального подтверждения новой мутации нет и с другой стороны везде где есть вирус а есть он практически по всему миру может быть выявлена какая-нибудь очередная новая мутация стране продолжает действовать программа светофор только светофоре уже не 30 это 4 или чуть ли не 5 и зеленые желтые светло оранжевые оранжевые красные города возможно скоро появятся какие-нибудь серо-буро-малиновые в крапинку естественно зависимости от цвета города его жителям разрешается то или все зависит также и от того какой процент жителей старше 50 лет привит но посмотрим как будут развиваться дальше события видимо в игру вступят юристы и обиженные граждане которых не пустили в бассейн несмотря на то что он закрыт зеленый паспорт можно будет распечатать зайдя на сайт министерства здравоохранения и позвонить по телефону чтобы его видимо выслали по почте для тех кого нет другой возможности подделка будет привлекаться по закону в соответствии с подделкой документов вплоть до уголовного наказания если человек непривитый и не переболевший попал в общество так сказать куда допускается только обладатели зеленых паспортов или переболевшие ему грозит штраф 1000 шекелей примерно 350 долларов а пока мошенники уже предлагает фальшивый зеленый паспорт его можно приобрести в некоторых аккаунтах телеграме которые как известно считается защищенным от прослеживания и сейчас предлагается купить на нескольких аккаунтах эти так называемые зеленые паспорта которые защищены якобы qr-кодом который можно поделать фотошопе пока защита этих паспортов не очень высокая говорят что скоро будет какая-то международная защита более надежная вот так выглядит сайт министерства здравоохранения где можно оформить себе зеленый паспорт вот видите свидетельство о вакцинации зеленый пропуск которые можно получить через неделю после второй вакцины и свидетельство о выздоровлении для тех кто болел вот так это выглядит нужно ввести номер тудадзута то есть удостоверение личности номер телефона дату рождения электронную почту получить значит подтверждение на электронную почту и дальше оформить себе здесь зеленый паспорт и получить его на почту распечатать зафиксировать в телефоне сохранить ну а пока всем здоровья не болейте живите мирно ставьте друг другу лайки пока